Усилить санкции против РФ, закрыть порты для судов страны-агрессора и отказаться от ее энергоресурсов. К этому призвал Владимир Зеленский народ и политиков Нидерландов. Кроме того, президент Украины попросил европейских партнеров помочь нам современным оружием, чтобы противостоять нашествию оккупантов. Проте, это не оружие победы. Нам нужна такая оружие, с которой можно сделать безопасным наше небо, с которой можно деблокировать наши украинские места, где Россия влаштовывает штучный голод. Нам нужна такая оружие, которая позволит выгнать оккупантов из нашей земли. Летки, танки, противоповетривые на самс и противотанковые спайки, снаряды, ракеты, то что вы имеете в этом перелик. И я надеюсь, найдете возможность допомогти нам. Армия РФ собирается покинуть Чернобыль, а в Харькове в результате обстрела оккупантов поврежден газопровод. Глава МИД Турции заявил, что не видит полной реализации результатов стамбульских переговоров. Впрочем, встреча возобновится в онлайн-формате 1 апреля, рассказал глава украинской делегации Давид Арахами. Подробнее о 36-х сутках полномасштабной войны. Далее в сюжете. О ситуации в Одессе по состоянию на 5 вечера рассказал Сергей Братчук. Также офицер оперативного командования ЮГ Владислав Назаров напомнил о запрете посещать одесские пляжи. Пляжи и лесосмуги, где мы с вами так полюбляем и подпочивали в мирный час, сегодня и есть частина нашей спильной обороны ридной земли. Звертаю увагу, что порушение норм противопожженной безопасности воежи, дозабороненных для видвидования зон, имеет трагичные наследки. Распоряджением Одесской областной войсковой администрации заборонено въезд и видвидование лесов Одесской области цивильным населением. Армия России собирается покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутищ. Об этом сообщили в пресс-службе «Энергоатома». В ведомстве также подтвердили информацию о том, что российские оккупанты возводили вокруг ЧАЭС окопы и ограждения. Происходило это в частности в Рыжем лесу, самом загрязненном на территории всей зоны отчуждения. А это уже последствия обстрела хранилища нефтепродуктов в Лисичанске. Фото опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В Харькове снаряд оккупантов попал в подземный газопровод. Из-за этого без газа осталось 34 тысячи абонентов. Спасатели продолжают разбирать завалы здания облгосадминистрации Николаева, пострадавшего из-за ракетного удара. В настоящее время подтвердили гибель 20 человек. Украинские водители показали, как объезжают заминированную дорогу вблизи Бородянки. Тем временем в Черниговской области продолжаются бои. Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу 320 тысяч долларов. Деньги конфисковали и передали на нужды вооруженных сил. Наши солдаты захватили трофейную новую боевую машину десанта четвертой модели. Теперь ее будут использовать для защиты Украины. В командовании воздушных сил сообщили о сбитых целях. В Мареуполе также продолжаются бои. Пол Казов призывает ускорить деблокаду города. Ви часто бачите в новинах, скільки ворожої орды щодня знищують оборонців Маріуполя. Та я хочу сказати про те, що ви розуміли. Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Якщо ворожа авіація скинула на якесь місто бомби, то помножте це на 100. Кількість випущених балістичних ракет помножте на 10. Додайте сюди сухопутну та корабельну артилерію, і ви отримаєте звичайний день оборонця Маріуполя. Всього за період полномасштабного вторження Росія потеряла 17,5 тисяч личного состава, 614 танков, 311 артилерійських систем, 94 системи залпового огня, 135 самолітов і 131 вертоліт. В СУ установили контроль над сілами Орлова, Заградовка і Кочубеєвка Херсонської області. Генштаб Вооружених Сил України традиційно поділился оперативною інформацією з фронта. На всіх напрямках противник успішно стримується збройними силами України. На окремих наші війська здійснюють успішні контратаки. В Генштабі отмечаю, ТРФ готовиться к проведению психологічних операций на временно оккупированних територіях України. Тем временем на Донецьком і Луганському напрямках наші війни успішно отразили 5 вражеских атак, унічтожив российську техніку. Александр Тарута, Седьмой канал.